8 октября приостановили работу газопровода между Финляндией и Эстонией. На объекте зафиксировали снижение давления. Клапаны закрыли, чтобы не допустить утечку. Финские власти заявили, что инцидент мог произойти из-за деятельности извне. В одном из последних сообщений газеты Илта-Лехти намекают на возможный российский след. Журналисты цитируют комиссара по борьбе с преступностью Риста Лохи. Полиция сосредоточила следственные действия на Нью-Нью-Полабе и Севморпути, а также на других кораблях, которые, согласно имеющимся данным, находились в этом районе в момент повреждения. Госкорпорация «Росатом», которая принадлежит одной из подозреваемых судов, категорически отвергает любые предположения о причастности атомного контейнеровоза к инциденту с трубопроводом. Действительно, 8 октября 2023 года атомный контейнеровоз «Севморпуть» осуществлял переход из Мурманска в Санкт-Петербург. Судно следовало без остановок и замедления скорости. Якорь на ходу не вытравливался, каких-либо технологических инцидентов зафиксировано не было. Согласно докладам капитана, судоводителей и вахтенного матроса, в указанный отрезок времени подозрительных предметов, а также опасных действий других судов, не наблюдалось. Погода в акватории была штормовой.